Суперлига в Дании получается вкусным на зрелище событием, где рождаются настоящие таланты футбола. Перед грядущим чемпионатом мира в Бразилии есть шансы сразу у двух молодых игроков поехать. Но вопрос в том, что тезки будут биться за одно место. Поехали! Истории у них обоих разные, но и абсолютно противоположны в национальной сборной. Один боролся за титул и стал чемпионом Дании в этом сезоне. У второго очень плохой клуб. Половину сезона провел, боровшись за выживание. Каспер Куск родился 10 ноября 1991 года. Выступает за клуб Ольбург и датскую сборную. Провел просто выдающийся сезон. Выиграл первенство, обогнав сам Копенгаген. И в матче за Кубок Дании снова били суперклуб страны. Сам Куск ввел команду за собой. Умудрился забить 12 голов, что действительно много для игрока его МПЛА. Он может сразу играть на трех позициях. В центре и на краях полузащиты. В основном его используют на правом краю. Его вызывает Морган Ольсен в сборную Дании. Но сыграл за взрослую команду всего раз. В товарищеском матче с англичанами. Выйдя на замену. Тезка Каспер Слот. Родился 26 марта 1992 года в Орхусе. Второй по величине город Дании. Играет за одноименный клуб, который перешел из юношеской команды Брабранд. Практически сразу закрепился в основном составе с 2009 года. Сейчас является звездой клуба. К нему присматриваются многие команды. Сборная частенько выходит на замену. Но в клубных делах не все так хорошо. Его Орхус постоянно находился в подвале топлива. И даже выдающаяся игра Слота не спасала. Сам Каспер Слот уже сейчас способен выступать на более высоком уровне. Свою состоятельность в футбольном мастерстве он демонстрировал еженедельно. Уж точно кому претензий не было из фанатов Орхуса. Слот прекрасно оценивает ситуацию на поле. Иногда он не замечает партнеров. Но если чувствует, что может, то пускается в дриблинг. Практически всегда из таких положений он выходит победителем. В сборной Дании можно отметить его смелость. Он не боялся оппонента. Кем бы кто ни был. Ни Турция, ни Англия. Под прессингом Каспер не суетится. И способен выйти из сложившейся ситуации за счет обводки. Не всегда это является хорошим решением. Зачастую он пренебрегает передачей. И это один из его недостатков. Когда все не так, Слот может не видеть партнеров по команде. К тому же он не всегда отрабатывает в обороне по полной. Иногда это сказывалось на команде. Он еще молод. И пытается показать товар ценой. Но одного точно у него не отнять. Когда мяч под его ногой, Каспер способен творить чудеса. И не просто так есть интерес из немецкой бунтс лиги. И попадание в символическую сборную чемпионата. Куск. Очень быстрый игрок. Полная противоположность Слота. Он играет на партнеров. Не просто так 12 голам он еще 9 голевых передач прибавил. У вингера или инсайда, или атакующего футболиста, есть голевое чутье. Он способен тащить за собой команду уже сейчас. Но есть опасения. Ведь недавно звезда Ольбурга, Николас Хелениус, уходил в Остенвиллу. В роли подающего огромные надежды. В итоге в премьер-лиге Англии он сыграл всего 40 минут. Три раза выйдя на замену. Это должно отпугнуть Каспера. Ведь им интересуются Кристал Беллс, Андерлехт и Лиль. Помимо скорости, он хорошо видит поле. Способен постоянно обострять. Но как и у многих молодых футболистов, есть и недостатки у Куска. Человек эмоций. Если игра идет, то он способен забивать по 2-3 мяча за игру. Но если все не задалось, то его будто не увидим на поле. Неизвестно, способен ли он проводить сезон на одном уровне. Непонятно, каков это уровень. Зато этот год Каспер Куск может запомнить надолго. Дубль. Победа в чемпионате и кубке. И 12 голов. Перед тренером сборной Дании стоит дилемма. Кого брать на чемпионат мира? Кто достоин? Оба Каспера достаточно молоды. Оба высылались на последний товарищеский матч. И при некоторых раскладах могут вместе поехать в Бразилию. А мы пожелаем удачи в этом. И самое главное. Смотрите футбол. Любите футбол. Любите футбол. Субтитры создавал DimaTorzok